Итак, мы сейчас поговорим о обязанностях мужчины и женщины. Потому что это та тема, без которой мы не сможем понять, как можно исправить кривизны, которые возникают в том пространстве, которое мы построили спонтанно, которое больше похоже не на дом, а на шалаш, не на семью, а нечто какое-то отражение семьи. Потому как если вот эта дхарма или обязанности, они не выполняются, то это нарушение закона Вселенной. Вот это важно знать. И, конечно, эти законы, они работают, знаем их или не знаем, они работают очень четко. И в этой ситуации мы начнем с женщины, потому что, как ни странно, на женщину ложится вот в этой ситуации больше, потому что, я уже говорил, женщины инициируют семью. Именно от женщины начало. Нет, мужчины, как ни странно, а именно от женщины. Хотя обычно взаимоотношения мужчин и женщин, действительно, мужчины первые, да, первые начинают ухаживать за женщиной. Так чаще бывает. Первые оказывают знаки внимания. А женщины уже потом. Но с точки зрения именно возникновения семьи, здесь роль женщины, она более велика, чем мужчины. Ну вот, когда возникает, конечно же, тупик определенный, да, тоже тогда, тогда уже роль мужчины. Так вот, давайте поговорим об этих обязанностях. Значит, что такое обязанности женщины? То есть женщина, мы должны понять, что у нее есть дана возможность, и так вот устроена ее энергетика вся, что у нее есть способность набирать очень большое количество энергии шахти. Или преобразовывать прану в шахти. То есть, собственно говоря, прана, которая превращается в шахти, это прана, которая в основном приходит через живую пищу. То есть, когда мы, ну, упоминали о живой пище, и вот эта живая пища, она в результате примерно месячного цикла, она проходит переплавку в таковых мармах, их называют хату-мармы, вот, это раса, ракта, мамса и так далее. То есть, семь тканей, где есть энергетические центры, они тоже являются оболочками души, и там эта энергия, она проходит свою переплавку и превращается в чистое золото, в высшие пробы. Но дальше, когда проходит последняя переплавка, она превращается, как говорят, на востоке в жтуть. То есть, меняет качественный состав. И вот эта энергия шахти, это и есть та самая ртуть, вот, и некое магическое начало. И эта энергия шахти, она не похожа, она у всех своя. Даже если мы говорим, что человеческая шахти похожа, но она все равно имеет какую-то свою индивидуальную окраску. У мужчин она одна, у женщин она другая, у богов третья, у животных четвертая. То есть, ну, шахти, она есть у всех. Это энергия творческая, это энергия интеллекта. Но у женщин так, так женщину устроено, что у них в основном канал этой энергии шахти, которая контролируется у гистхана, чака, она работает на трех планах. На низший план, это, в общем-то, план, который может быть использоваться для зачатия детей, чьи они непосредственно с гистхана, чака. Другой план, это анахатный. То есть, собственно говоря, если идет направить энергию шахти через анахату, то в женщине проявятся такие качества, как искренность, мягкость, забота и другие. То есть, у нее вот такие самые лучшие, замечательные женские черты, материнство, в том числе, они проявляются, когда эта энергия шахти проходит через анахату, чакру. Но больше всего, больше всего, она направляется в вишудху. И вишудха является гармонизатором, естественно. У каждого человека, но у женщин вишудха устроена иначе, чем у мужчин. Каждая женщина, природа, способна быть гармонизатором пространства, камертонного пространства. И это ее и является главной дхармой, главной задачей. Она, независимо от возраста, обязана научиться себя держать в очень гармоничном состоянии. Здесь важно связь женщины с богиней Сарасвати в этом ситуации. Если связь с богиней Сарасвати у нее есть, то тогда, конечно, она помогает богине гармонии, она помогает женщине это сделать. И уже в этом раннем достаточно возрасте, в древние времена, каждую девочку обучали, ставаясь по видам искусства. Обучали не матери, обучали бабушки, прабабушки. Они давали, передавали это знание. Но совершенствовала женщина в этих 108 видах искусства в течение всей своей жизни. То есть она не была бы какой-то пассивной домохозяйкой. Как сейчас, если женщины, говорят, сидит дома, воспитывает детей, готовит, убирает. Она просто тупеет. Современная женщина просто тупеет, если она сидит дома. Потому что она не знает ничего про эти 108 видов искусств. Или знает только отчасти. А раньше женщины, они были очень разумны. Потому что они знали и развивались постоянно. У них не было даже свободного времени. Они полностью были погружены в этот процесс. Это не только танцы, живопись. Это вообще самые разные виды искусства. Даже знания языков, даже основы, такие как аюрведические знания, или, например, астрология, основы, пальмистрика и прочее. Это все входило в эти искусства. Как правильно ходить, как правильно одеваться, как шить даже одежду, как... Ну, много-много всего. Законы властвую, как это помещение сделать гармоничным. То есть, конечно же, и дизайнерский такой талант должен был быть раскрыт. У каждой женщины все это есть. И сейчас можно это все делать. Каким образом? Конечно, мы не получили сейчас современные женщины такого образования. Но это можно компенсировать через какие-то специальные клубы, курсы, заниматься этим. Потому что должна быть очень четкая цель. Обязательно, четкая цель. В чем эта четкая цель состоит? В том, что нужно привести свое тело в гармонию. Так, чтобы тело было послушным, физически было нормальным. То есть, нормально, физически послушным. То есть, уметь справиться со своими болезнями и сделать его физически послушным. чтобы оно действительно было гибким, независимо от возраста. То есть, это, в общем, сделать легче всего. Сложнее уже изменить свою энергетику. Потому что энергетика женщины, она должна связана с мешуткой чакрой. окрашиваться этот фон. То есть, из женщины должна исходить некая нежность, мягкость. То есть, если из женщины исходит жесткость, грубость, то это, в общем-то, уже говорит о нарушении. И надо это все выровнять. То есть, вот эта мягкость, она и нежность, она должна исходить естественным путем. Но и не должно быть проявлений никакой вот этой вот сексуальной энергии, которая может везде, отовсюду. Вот только можно. Потому что бывает так часто, что женщина, ну, вот она вышла замуж, там, как я уже говорил, первые, там, четыре-четыре с половиной года отношения могут быть хорошие, там, и там, страсть сильная. Потом происходит, как люди перегорают. Вот эти отношения переходят в привычку. Но женщина, она все равно хочет быть красивой. Хочет, чтобы на нее обратили внимание. А мужу уже совершенно неинтересно на нее обращать внимание. А чего она уже ему надоела? Он смотрит на других женщин. И она начинает одеваться там. И один вариант, это более хороший, если она там начинает одеваться и как-то себя так вести, чтобы привлечь внимание других мужчин. А худший вариант, если она вообще на себя плюет и думает, а, плевать, как я буду выглядеть. Как угодно, хоть в альтернах ходить. Или женщина, допустим, уже там, после новой бодрости. И она думает, а чего там мне? Мне тоже, чего мне как-то за собой следить. Вот это неправильно, это ошибка. То есть в любом бодрости, конечно, когда там девочка маленькая или девушка, то есть за это, конечно, заботятся матери и бабушки. Они помогают и учат, как правильно это делать. Обучают всем этим тонкостям. А потом она уже сама должна знать, она должна понимать эти все вещи. И, конечно, психологический момент. Вот если мы говорим о том, что она внутри разжигает себя этот огонь, эта энергия шахты, она превращается в некий огонь, она горит. То есть имеет такое творческое горение должно быть вложить в любое дело. Это ведь анахатный момент, кстати, это не вешусь. Анахатный момент. Какое бы дело ни делала женщина, в него вкладывает свою душу. Если она готовит, она вкладывает туда свою душу, сердце. Убирает ли квартиру там, да, то есть или что-то шьет, или что-то делает. В любом случае туда вкладывается очень большая творческая энергия. И способность прокачивать вот через различные формы искусства, будь то танец, будь то способность какая-то к языкам. И если это с творческим подходом неформально делается, это создает во всех этих оболочках, которые покрывают душу, эти все оболочки начинают сиять, сверкать различными гранями. И такая женщина, от нее исходит мощнейшее коммертонное действие, где бы она ни появлялась, она это пространство начинает исправлять. Но прежде всего она должна справиться с собой и справиться с своими близкими. Она должна исправить кривизны, которые существуют в пространстве. Вот в том, собственно говоря, то, что мы называем семья. То есть она должна постараться это изнутри, сгармонизировать, увидеть это, почувствовать, что не так. Но некоторые женщины бегут сразу за помощью. Бегут к магам. Думают, маг, маг там, халпунь, мне поможет. Они к нему бегут в надежде, что он исправен. Но вы знаете, чаще всего он не исправляет, а наоборот, создает еще большую проблему. Вы прибегаете к такому магу и говорите, вот у меня там что-то с мужем не ладится, вероятно, он себе любовницу нашел. И начинаете там деньги платить ему. А ему, конечно, только тому и надо было. Он взял деньги, и это для него профессиональная вещь. Он на этом зарабатывает, за счет этого живет. И более того, если вы передумаете, он, в общем, может даже сделать так, что у вас ситуация стоит еще хуже. То есть вы даете некое право. Это вы должны знать. Что у женщин есть способность. Вот если, смотрите, если вы пришли к какому-то магу, вы пустили его в свой собственный мир, в свою семью. В то пространство. Вы его впустили. А и он там может сделать все, что сам хочет. И вы говорите, я хочу сделать приворот. Мне кажется, что мой муж меня не любит. Или плохо любит. Недостаточно. Я хочу больше. А как раньше было. Когда вы только подженитесь. Но вы пускаете его в то пространство, в которое этот человек не может входить. Понимаете? Даже если он называется белым магом. Его нельзя ждать просто так. Это ваш мир. Он должен быть защищен. Но вы его впускаете добровольно. Вы открываете дверь, говорите, заходи. Он заходит. И вы просите его сделать приворот. То есть, что он делает? Он вас просто-напросто. И создает искусственную кривизну в этом мире. Такое, что независимо от систем совместимости, он ломает эти мостики. И вас напрямую связывает с помощью определенных магических оружий. А он существует действительно так. Но любви нет. Понимаете? Если любви нет, то да. Если любовь есть, но вы просто ошибались. И просто муж вас любит. То вот этот мостик, он любовь разложит. Потому что пойдут внутренние разборы. Ведь эти системы совместимости, эти мазки, он их просто уберет. И вы будете зависеть чисто, как это будет система некоего энерговампиризма. И вы поначалу будете получать энергию, а ваш муж насчет болеть, страдать. И он будет чувствовать, вдруг к вам почувствует какое-то ощущение такое неприятное, неприязнение. Оно будет все больше и больше нарастать. И вы можете бежать к этому колдуну, просить, умолять. И он не уверяет вас. Он никогда не снимет это обратно. Все. Он вам это сделает. Еще хуже, когда женщина приходит и говорит. О, мой муж, он как будто нашел любовницу. И может быть, действительно он нашел. И вы хотите его вернуть. Ему просите, поставьте отворот от той женщины. Узнали там, выследили, не знаю, знали ли там сыщиков. И отворот ему. И отворот. Это еще более сильное магическое оружие. Тогда его ставили, специально берется. И вы опять-таки впускаете в этот мир. Вы даете разрешение войти. Он входит туда, этот маг. И он там берет и просто создает некую. Ну, это называется черное яйцо. И все. И дальше происходит следующая вещь. Что этот ваш муж, он действительно теряет, разрушается связь с той женщиной, с которой он там встречался. Может быть, сексуальные были отношения. А может, он ее там любил даже. Но ведь он последовало вообще и с вами. То есть, как бы вы ни хотели, но вы уже ничего не можете делать. И вы вдруг чувствуете, что у вас к нему нет ничего. И начинается разрушаться. И уже вы чувствуете, что да, все, надо разводиться. Обычно за этим следует развод. Но как только развод последовал, вы его выбросили из своего пространства. Ну, разрушили ваш. Развод – это разрушение этого мира. Но что происходит дальше? Этот мир создаст вместе с вами. И муж ваш должен был отпустить. А он не понимает, что произошло. Произошел развод. Он вообще не понимает, что происходит. Может, он бы не хотел вас отпускать. Но происходит так, что он больше не может ни с кем общаться, ни с одной женщиной. Потому что, как только у него появляется желание с какой-то женщиной, если оно появляется вообще, что-то выстроить, то эта скорлупа, у него черного яйца, она не позволяет ему войти в контакт. То есть, он просто полностью ограничен. Он не может вписаться ни в один мир. Он будет все время вытариться. То есть, он будет ходить, ходить, что-то искать. И ничего ему в жизни не будет вести. Это как проклятие. Расколоть это яйцо можно, конечно, но это специальная практика, очень серьезная, энергетически очень затратная. Ее надо увидеть. Ну, а вы получаете, соответственно, отрицательные очки за это. А отрицательные очки будут выражаться в том, что вы попадаете в зону невезения. И вы можете оказаться в ситуации, что вы просто больше никого в этой жизни уже не встретите. Даже можете потерять веру в любовь. Это может быть самое худшее, когда человек теряет веру в любовь. Итак, обязана женщина вот изнутри, да, изнутри, гармонизировать себя, научиться разжечь внутренний огонь, и развиваться в течение жизни в этих 108 видах искусств. Она должна заботиться о своих детях, следить, чтобы они были всегда красивы, а диеты и прочее, то есть все, манера определенных поведения. На ней, конечно, лежит такая обязанность, как готовить. Она должна готовить очень, не очень особую пищу. То есть эта особая пища, она будет тогда особой, когда будет нужна в нее любовь. Если она знает секреты кулинарии, то она будет вкладывать в эту пищу любовь. Если она будет повторяться, делать одно и то же, то да, если она хочет, чтобы эта пища действовала магическим образом, то есть через нее это происходило, то тогда эта пища должна не просто готовиться, она должна предлагаться на алтаре. Если она предлагается на алтаре, то есть вы должны знать правила. Ее нельзя перед этим не только пробовать, но даже дыхать. Она скверняется в одном смысле. Это потом, когда вы приготовили, вы предлагаете пищу на алтаре, и тогда она становится просадом. Даже если вы не знаете каких-то мантр, вы можете это делать и без мантр, и эта пища становится просадом. И тогда, если вы будете кормить просадом, то связь очень сильная будет, очень сильная, трудный план. Обычно просад удовлетворяет всех. Но если он приготовлен неформально, если он приготовлен действительно с любовью, только тогда принимается. А просад – это, в общем-то, милость, которую дает Господь нам. Ему нужна не пища, ему нужна наша любовь. То есть, если мы любовь вкладываем туда, то она предлагается. Она предлагает не Богу, а предлагает полубогам. Так тоже бывает. Это тоже просад. Но он не обладает такой силы, конечно. Но каждый может это сделать. Даже предмет, который предлагает своему учителю, наставнику или каким-то основателям религии, Христу нужно предлагать. Каждый делает это искренне. Искренне. Но когда готовится, то каждый раз женщина должна думать. Она не должна там звонить, мужу сказать, ну что тебе сегодня приготовить. И ломать на тебе голову. Кстати, знаете, что Бог не принимает нечистой пищи. То есть, если вы будете Богу предлагать мясо, рыбу и прочее, он не будет это принимать. Поэтому должна быть только чистая пища. Даже полубогам нельзя предлагать эти вещи. То есть, только из чистой пищи есть. Просад может быть только чистой пищи. Если вы звоните там мужу и говорите, что сегодня опять, он говорит, да я не знаю, ну что-нибудь. То есть, вы таким образом сами себе обрезаете возможность очень важной, творческой реализации своей. Если вы медитируете, понимаете, вот как, допустим, если вы хотите на потоке, например, давать кому-то какое-то знание, вы выходите, допустим, ну у вас есть какой-то план, вы знаете, что я должен говорить о том-то, о том-то, о том-то. Вы выходите, вот сидят люди, да, сидят в зале, сидят люди. Вы что? Вы фактически начинаете по принципу восьмерки вот этот вот поток раскручивающий. То есть, вы начинаете потихонечку входить в контакт. То есть, вы можете о чем-то говорить поначалу, какие-то общие фразы, но вы прощупываете, вы создаете вот этот поток, вы включаете свое сознание, весь зал, и вы, это фактически своеобразная медитация, вы начинаете понимать, что нужно сказать здесь. Иногда люди, которые сидят в зале, они могут сказать, ну это мы знаем, или это мы уже слышали, или может быть, это нам не так уж и важно. Но это не вами определяется, ими, а это определяется тем, что дается свыше. То есть, вы медитируете фактически, и вам дается некая тема. То есть, тема задается именно тем днем, в который вы это даете, в той аудитории, вами и архиаселеды. И в этот момент вы получаете этот поток. И на этом потоке вы начинаете что-то говорить, делать. Вот то же самое происходит, когда женщина готовит пищу. Вот она должна просто войти в состояние и почувствовать, что нужно сделать. Как, что она должна приготовить сегодня. Если она войдет в это состояние, а у нее информация придет, и тогда, если это будет живой процесс, не так, что стандартно, так, сегодня в понедельник, сегодня в борщ, завтра щи, послезавтра там еще что-нибудь. Понимаете? Нет. То есть, это не должно быть. То есть, что, как раньше было, в четверг, в третий день. Понимаете? Вот это не должно быть такого, да? То есть, тут каждый день, жизнь меняется, настройка должна быть. И тогда она начинает это делать с любовью, старается. И когда придет муж, или дети придут, неважно, она детям должна, потому что дети будут учиться. Видите, эту гармонию не закладывается. Это не так должно быть, знаете, как сейчас это принято. Люди там сидят, телевизор смотрят, там это, муж пришел с работы, жена там, знаете, такие отношения уже там, пришел, опять там задержался, что-то ворчить себе, на мишку там, на стол, жей. Понимаете? Ну что, собака, что ли? Нет, то есть, нужно дать возможность, нужно очень тонко, то есть, смотрите, подумать, как это сделать, как это сделать, совершенно образом. А это мелочь, но она решает очень много. Накрыть скатерть, зажечь свечи, цветы у нас достать, там, салфетки, то есть, все красиво, все это с любовью, все это поставить. То есть, он скажет, да, вот, ну попробуйте это делать, значит, прямо на завтрашнего дня. Конечно, он поначалу придет, скажет, что такое, с ума сошла, что ли? Что с тобой случилось-то? Что, праздник сегодня какой-нибудь? Юбилей, забыл, что такое число. Ну так, обычно, ну как реакция? Стереотипы-то ломаются, а если это будет каждый день? А некоторые женщины, знаете, говорят, ну вот, я избаловала мужчину. Да нет, не избаловала. на самом деле, это нормально, то есть, женщина, она, если мужчина приходит, вот, понимаете, вот как, он приходит, я буду сейчас говорить о мужчинах, то есть, буду говорить об их психологии, больше, потому что, ну, мне не видно в психологии женщин до конца, понятно, то есть, я не женщина, вот, а вот психология мужчины, да, я вам скажу просто, и свою точку зрения скажу, ну, он так вот говорит, что мужчина приходит, и он приходит, ему хочется, чтобы дома был уютный, то есть, ему комфорт, уют, чтобы он, может, устал там на работе, и, да, там, если все, все, все приготовлено, да, если там жена говорит, ты знаешь, там часа через три будет готова, все, и он будет на ночь, там, есть поздно, будет из-за этого болеть, да, вот, а женщина смотрит, не только на то, что когда его покормить правильно, она следит за тем, может быть, вот там, мужчины, вы знаете, вот даже, мы смотрим по нашему центру, к нам на лечение приходит, в основном, женщины, в основном, мужчины, просто им некогда, не то, что они не, да, они приходят тогда, когда их уже приперл очень сильно, а женщины, они заранее не чувствуют это, но они могут позаботиться, у нас мужчины приходят тогда, когда женщины приведут своих мужей, то есть они скажут, да, вот, как-то расскажут, и он подумает, может, мне тоже стоит пойти показаться, или они бывают иногда, и так вдохновляют, рассказывают, что для них это важно, они приходят, это задача женщинам увидеть это все, а как увидеть, нужно хотя бы в этом разбираться немножко, увидеть, что есть какие-то признаки болезни, никакой болезни, поэтому, раньше эти основы, медицины, женщина знала, и она знала, как оказать неотложную помощь, и необходимую, я всем этим владела, это все, и массаж владела, все это знала, сейчас, да, сейчас кто-то знает, кто-то не знает, хорошо, когда женщина этому все учится, это хорошо, всю жизнь она учится, всю жизнь она совершенствуется, и тогда такая женщина, она очень интересна мужчине, вот, и мужчина, как я уже вам говорил, может не заботиться, там, не об одежде, не о том, не о севом, то есть, может и заботиться, но, в принципе, ему не так важно, а женщина, она сразу видит, говорит, что лучше для тебя, что вот это, что вот это, И она уже там будет беспокоиться, она знает, что там шить, что купить, отвезти ему, может, ему некогда, сказать, пойдем купим тебе, там, то-то-то-то, или пойдем тебя сошьем. То есть она его будет на это вдохновлять. Вот, то есть она, это ее задача, то есть ее задача сгармонизировать. Сгармонизировать не только себя, но это пространство. То есть все должно быть там, помещение в этой квартире, все на своих местах, порядок, чистота. Очень терпеливо делать. Да, может быть муж там все разбрасывает, может быть дети все разбрасывать. Но он терпеливо, терпеливо, терпеливо с любовью все это делает каждый раз, что это все. В конечном счете, это приведет к тому, что и муж, и дети, они будут тоже поддерживать этот порядок. Это неизбежная вещь. Тут только вопрос терпения. И вот это вот как бы, если она вот с этим справляется, она может пойти работать. Она может пойти работать, но очень важно выбрать правильную специальность, потому что есть специальности, которые для женщин не очень хороши. Хотя мы видим, что в основном там работают женщины. Есть специальности, которые женщин могут поломать. Ну, за редким исключением. Бывают такие женщины, у них есть показатели. Ну, пойдет там женщину, допустим, в работе в полицию, это ее покорежит. Но если женщина по жизни такая, силовик, у нее такие качества особые, то есть, да, ее мужчина, она экстремала, может, и в полицию надо идти. Но это особая ситуация, понимаете? А еще хуже. Ну, полиция, ладно. Там можно, там есть разные, там же тоже разные есть подразделения, где там, где нужно. А вот, например, бухгалтер, женщина-бухгалтер, это страшная вещь. Я же вам говорил, что она будет шокировать. Вы хотели правду, и я вам правду говорю. Женщина-бухгалтер, это страшная вещь. Это хуже всего, что может быть. То есть, то, что женщину больше всего прислали. А у нас всех женщин бухгалтерами делают. Не всех мы, 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 делаем. У нас же, это чисто мужская профессия. Почему? Потому что, знаете, в чем дело? Когда женщина-бухгалтер, у нее потихонечку решутка хочет, а того не хочет, решутка-чапра будет закрываться. То есть, вот это сама специальность. Вот они сидят за компьютером, считают там, делают тут все эти расчеты и прочее. И решутка все больше и больше закрывается, понимаете? Я просто вот так уже приводил пример там, когда в группе у нас маленькой нашей, и мы занимаемся. Ну, я вам просто расскажу интересный факт. У нас была конференция, на которой собрали, там и телевидение снималось, собрали, в общем, всех наркологов. Причем разных направлений, эзотерических, и таких, и сяких. Журналисты были, и были люди, которые раньше были наркоманами, героинами. И те, которые сейчас лечатся. И там, в общем-то, была такая, ну, дискуссия, обсуждение, каждый искал свою идею. И были представители Министерства внутренних дел. Там была женщина, там подполковник, она начала выступать. Она, в самом начале, так долго ей дали слово, она говорила, как в форме такой, сухой, отчетливой, что вот, на самом деле, причина наркомании в том, что дети рождаются вот у этих неблагополучных, там, семей, там, алкоголики, они там, такие-сякие. И вот они, а они, в основном, наркоманы. Вот она вот эту линию держала. Но по залу стал проходить шум, несогласие. Она не понимала, что ее люди не согласны. Потом уже эти врачи, там, разные профессора, проще говоря, так вы нам скажите, а как насчет наркобаронов? Вы их вообще хоть одного поймали? Вот вы и милиция должны были их искать. Не, говорят, пока никого не поймали. Вы, говорит, ловите обычных наркоманов, а их нет. При этом вы говорите, что еще нам говорите, что наркоманы из неблагополучной семьи. А у нас другая статистика. И там вышел один профессор в Моинской академии. У него клиника своя вся, очень известная. Он вышел и говорит, ребята, я не знаю, мы тут что обсуждаем. Вот у меня статистика такая. Вот у меня, я сколько лет занимаюсь героинами наркоманами, среди подростков. И по профессиональному, если взять, моменту. То, что нам говорят неблагополучные семьи, у меня таких почти нет, среди наркоманов. А больше всего наркоманов в тех семьях, где женщина, бухгалтер. Вот и все. Почему-то, а потом, а другие стали стать, и у нас так, и у нас так, и у нас так, и у нас так, и у нас так. И мы стали обсуждать, это интересная была тема. А знаете почему? Посмотрите. Сначала же она гармонизатор, а бухгалтерия, да что, сухие цифры и прочее, отчеты, там, компьютеры. То есть целыми часами. И вишутка перекрывается. То есть она им больно, не больно, чем дольше она работает бухгалтером, тем больше у нее возникает совершенно другое видение. Она начинает, и она, приходя домой, любит ли она своих там детей, не любит, она все равно уже не может на них воздействовать вот этой своей энергией шапки. А она не может вложить. Как вы можете вложить начет по-бухгалтерски, энергией шапки? Я не представляю, конечно, может быть, я не бухгалтер, но я не представляю, когда можно сделать. Может, это и можно сделать поначалу, когда только у вас взяли на работу, чтобы показать, что будет хорошо. Да, есть исключения с правилами, не спорю. Я не говорю, да, я понимаю, что здесь был шок некоторый, потому что есть бухгалтера среди вас. А инженеры или это же самое? Нет, не инженеры. Я говорю про бухгалтеров. Инженера нет. Ну, про бухгалтеров говорю. Значит, это мужская специальность. Мужчинам можно, женщинам нет. Но, если вы уже главный бухгалтер, и вы хорошо зарабатываете при этом, думаете, ну что же, теперь бросать в профессию? Не, не надо бросать. А нужно ее компенсировать. Тогда вы должны, у вас должна быть, вы должны посещать такие клубы, где развивается Мишутха. Понимаете так? Я знаю таких женщин, которые работают бухгалтерами, но они кучу времени тратят вот на эти занятия там. Они занимаются там, кто индийскими танцами там, кто там, ну это тоже не один и тем же надо заниматься, понимаете? То есть, они чем-то еще. У них вот, вот позанимался вот там фэншуй, позанимался индийскими танцами, позанимался живописью, музыкой. Понимаете, это компенсирует. Это компенсирует. Хотя тогда, представляете, когда женщина, она будет, она 8 часов на работе, а то и 10, когда там отчетный период. Она будет там еще ходить на всякие танцы, фиганцы. Когда же она будет с семьей заниматься? Ну, муж такой скажет, ну, зачем такая мне жена нужна? Ну, бывает, правда, другая ситуация, что жена начинает больше зарабатывать, чем муж. Значительно. И муж начинает чувствовать свою неполноценность. То есть, жена целый день где-то, понимаете? На работе там, где-то на учебе, на семинарах, по семейной психологии любимых, да? А может быть, что ж такое? Она все время болтается. Что это за жена такая, понимаете? Ну, правда, ну а как еще? Она же должна как-то, ну, у нее же есть свои обязанности. Поэтому я просто говорю, очень трудно быть бухгалтером и при этом удержаться на полном. Поэтому, у кого еще не поздно, меняйте профессию. А если дараонтия? Чего? Дараонтия, ну, деньги. Не, понимаете, дело в том, что если вы занимаетесь чем-то одним, это не исправляет каналы. То есть, нужно, можно позаниматься пением, потом можно заниматься тем, тем, тем. То есть, нужно развиваться в разных направлениях искусства. Все, которые вам только известны. Именно их нужно чередовать. И можно заниматься там в проекте. Но если вы будете чем-то одним заниматься, то у вас ничего не выйдет. Вы не сможете достигнуть этой гармонии. Понимаете? Это все. Поэтому для женщины, для женщины, нужно выбирать желательно профессию. Вот сейчас, угодно, конечно, все женщины хотят, например, идти, опять-таки, вот в России, я могу сказать. Не знаю, у вас в России стало самое популярное, это финансо-экономические институты, вот эти академии и прочее. Финансо-экономические входит. Самый популярный стал. Все хотят в менеджере любить, денег зарабатывать. Не понимая того, что это повлияет очень серьезно на несколько, на много поколений потом. То есть она искореживает не только свою психику, но и психику своих потомков. Вот и все. И сейчас на усилии не будет. Понимаете, что я делаю? Я еще раз говорю. Не могу рассказать вот так в целом, что это профессия. Я просто говорю о том, что если говорить о мужчине и о женщине, сейчас я просто, когда расскажу о мужчине, будет понятно тогда, в чем суть-то. Что я, чего я по-разному говорю? Женщина, короче, я хочу так сказать, женщина не должна работать с целью заработать деньги. Вот и все. Если она ставит целью зарабатывать деньги, все. Нет, если ей будут платить деньги за какую-то творческую специальность, ради бога, это не надо. Пускай она будет заниматься музыкой, живописью, танцем, вести там какие-то группы по йоге, по этой самой, по васту, как у астрологии. Не знаю, что любые. Пускай она этим ведет. Пускай она зарабатывает так деньги. По кинотерапии пускай ведет. Травмами пускай занимаются. Массажем пускай занимаются. Да ради бога, пускай она этим занимается. Это нормально. Она не должна с тобой ставить целью, что вот надо принести в дом деньги. Понимаете, да? Но это, конечно же, есть исключение из правил. Если вы спрашиваете, а как, если уже семьи нет, она одинокая? И у нее дети, ей надо как-то вылезать. А муж вот не выполняет своих обязанностей. Он бросил ее и все. Тогда, конечно, это исключение из правил. Я понимаю. Но нужна компенсация. Понимаете, нужна она. Вот я это вам говорю к тому, что у вас есть дети, внуки, да? И когда будет выбор профессии, вы это должны учесть. Вы не можете запретить это. Понятно. Это их выбор. Но каким-то образом, каким-то образом, может быть, показав что-то, то есть показать, что и у них должно быть, у женщины, понимаете, должно, в принципе, должно работать правое повышение. То бишь творчество. То есть образное мышление. Я хочу вот так еще сказать. С другой стороны. Бухгалтерия и подобные направления, они разрушают систему образного мышления. Как только потеряются образы, как только все перейдет в язык символов, вишуха закроется. А вы думаете, почему сейчас сплошь и рядом с такой большой заболеванием щитовидной железы? Видите, щитовидная железа-то, она управляется вишухой. А мне что не приходит, мне вот после 20-23 лет там, что не приходит каждая четвертая, или аутоиммунный тиреидит, или там спорадический долг. Ну, может, позже там, конечно. Ну, молодых полно уже. А почему? И среди мужчин я это встречаю очень редко. Почти не встречаю. А у женщин вообще сплошь и рядом, сплошь и рядом. Или аутоиммунный тиреидит, или спорадический золк. Аутоиммунный тиреидит вообще. Ну, конечно, встречаются и тиреотоксические эти все. Но это стало просто такой эпидемией среди женщин. Потому что куда женщины идут? И я отслеживаю, соответственно, чем женщина занимается. Я думаю, это не отслеживаю. И профессия уже важна. Я вижу, в каких профессиях это проявляется. Но я вижу, и если вы думаете, в творческих профессиях нету заболеваний, считаю, я не вижу. Но когда я начинаю прокачивать эту женщину, что называется, смотреть, как она работает, все. Мне не нужно ходить на ее уроки, допустим. Приходит она, например, я говорю, кем работаете, преподавателем музыки или филологом. Филологом, допустим. Она приходит, говорит, я как филолог. Я говорю, как, в чем заключается ваша работа. Я даю уроки. Какой язык там? Английский, например. Пообщавшись с ней полчаса, я вижу, что ее преподавать английского, это она заработает денег. Все. Там нет никакого творчества. Или она работает гидом. Вы путешествовали по миру, ездили куда-нибудь, смотрели там во всякие там эти самые исторические места, прочее. Вам часто попадаются гиды, которым вы будете служить за хлеб, вот так вот. Часто? Вот и мне лично, знаете, за всю жизнь, может, два человека встретилось. А в основном, в основном, вот смотрите, рассказывает гид, там, мы приехали в столицу, мы приехали в столицу такого-то государства. Здесь столько-то жителей. То-то-то-то-то-то. Перечеляет нас, да? Ну не мне, всем рассказывает, там, едет автобус, там. Я беру путеводитель, открываю. Слово в слово. Вот слово в слово путеводитель, понимаете? Так, извините меня, у него сколько гробов? Он говорит, вот у меня там две гробов в день. У кого-то одна гробов в день. Каждый день, каждый день, каждый день. И на протяжении многих лет одно и то же, одно и то же, одно и то же. С ума можно сойти. Какое-то, какое-то творчество. Где, наверное, Шапкин? Когда они начинают мне рассказывать то, что вообще не имеют. Уже, не знаю, ну, в учебниках пятого класса в истории писали, когда-то, когда я учился. Уже настолько там, приезжаешь там в Египет, они рассказывают всякую ерунду. Вообще, всякую ерунду. Причем наши же египетки. Наши. Египтяне, я еще знаю, почему эти египтяне. Они не египтяне, конечно. Египтян там нет уже давно. Они называются египтяне. У них запрет там есть. Ну, может быть. Я не знаю их менталитет, почему они. Но когда наши работают там, и они тебе начинают рассказывать. Я приехал, когда на Тенерифе приехал, прилетел. И у нас была экскурсия общая. Нас на автобусе повезли, стали рассказывать. То, сё, формально, всё. Да, потом я познакомился с человеком. А я так, как из этой экскурсии, толком ничего не понял. Она была просто формальная. Я понял, что человек, который её вёл, он одно и то же говорит, как монитофон. Нет, мы могли просто включить монитофон. И там записать, поставить кассету. Мы бы ехали, мы слушали. Как это вот в Париже там. Знаете, эти автобусы ходят, кто был там. Там на разных языках. Вы садитесь и наушники одеваете. Платите деньги, надеваете наушники. И он целый час ездит по Парижу. И там вам всё время монитофон, говорят, какую-то информацию. Вот эта экскурсия добивается. Ну, это то же самое. И вот этот человек мне говорит. Он говорит, а он сам моряк бывшийся. То есть он не гид, не историк, ничего. Он говорит, хотите, я вас увожу на своей машине, на Вулкан Тейта, туда съездим, сюда съездим. Просто скажу, всё. Я говорю, хочу. И мы поехали с ним. Ну, и мы в машине, да, легковой поехали. Я всю дорогу, просто вот так, у меня уже были открыты. Он такие вещи рассказывал. У меня было ощущение, что вообще у меня просто представление. Какие тут жили гуанчи, индейцы эти все. Как они и про Атлантов, и про то, и про сё. Да, у него столько, у него столько, знаете, вот мы целый день с ним ездили, а он говорил без перерыва. А этот экскурсовод, так называемый гид, который профессионал, вот он поговорит немного, а дальше думает, что бы сказать. Он говорит, ну давайте песни поем. Ему нечего сказать-то, понимаете. Вообще, ну нет информации. Ну неужели тебе, если ты работаешь гидом, тебе неинтересно это. И когда мне приходит женщина и говорит, что она преподает, учит языку, я спрашиваю, как она учит. Она вот это делает формально. Алфавит выучил, там все эти спряжения, глаголы. Ерунда, мертвый язык. Никто этому учиться не будет. Не будут так учиться люди. Не будут, нет, будут. Вы можете платить деньги, ходить, но вы ничему не научитесь. Это так и в школе. Школьная система такая же, просто здесь денег платят за это больше. Какое это творчество? Это не творчество. Женщина не может работать не в творческой сфере. Не может. А если она работает не творческой, будет добра. Выложи все, всю энергию. Иначе последствия заболеваний щитовидки, заболеваний половой сферы, все эти эндометриозы, миомы, которые встречаются у женщин, у каждой второй после 40 лет. Поликистоз яичников. Это все следствие, между прочим, в этой ситуации. Потому что, если вы влезли не в свое дело, то убегите от него, пока не поздно. А если вы не можете убежать, потому что у вас там, извините, нету мужа, и там уже почему-то по каким-то причинам, или дети, и надо как-то решать вопрос. Значит, компенсируйте. И даже пытайтесь что-то сделать. Я уже приводил пример. Потому что, извините меня, приходишь, смотришь, но этот кабинет, где они сидят, бухгалтерами этих. Я был однажды, ну там просто, ну чего однажды я видел это в разных фирмах, приходишь там в бухгалтерию. Это везде одно и то же. Это везде одно и то же. Эти компьютеры, в лучшем случае, там какие-то жалюзи висят. И вот эти тетки сидят там такие. Пачкают, что там? А и то еще хуже, обшахтанные стены и прочее. Вот они сидят там. Это полжизни они там сидят. Я говорю, что вы тут сидите-то? Что вы тут сидите? Вы можете привести хотя бы вот это вот место в какую-то гармонию? Если вы бухгалтера, если вы не хотите уходить никуда, но вы сделайте, повесьте занавески, поклейте обои, чтобы это был более живой вид. Не то, что какие-то стены какие-то, как в туалете общественном. Ну сделайте вы, освещените, дурацкие лампы. Они говорят, а что вы, начальник что ли? Пускай он деньги выделяет. Он не выделяет. Говорю, да что вы тут проводите? Скиньтесь вы, скиньтесь вы, лампу красивую купите, свечи пускай у вас горят, кактусы стоят, которые поглощают это излучение от компьютера. Других цветов поставьте. Ковер, может быть, купите. Не знаю, ну сделайте что-нибудь, картины какие-то. Ну приложите в это свое дело. Это же ваше, это же часть вашей жизни. Смотрят как на идиота на меня. Точно так говорят. Ничего не хотят менять в своей жизни. Ничего. А потом удивляются, что дети будут руки. Понимаете? Дети, к сожалению, понимаете, елишенные, нормальные, энергии гармонизирующие. Они, у них искривляется это все. Особенно это на девочек сказывается. Особенно. Я поэтому вам сказал. Да, родители не могут изменить суть, но они могут искривить, делать дерево это кривым. И дети будут кривыми. И они будут так же, еще больше кривить ваших внуков и правнуков. Надо менять ситуацию. Надо менять ситуацию. Надо менять жизнь. И почему раньше, вы думаете, зря раньше женщин куда-то пускали, куда-то не пускали. Это было в системе древних цивилизаций. Пхарабе, марш, это вообще было очень жестко. Что вот есть профессии, да. То есть, да, женщина могла быть социально активна, если она выполняла эти законы. Но есть такие вещи, куда женщина не должна влезать. Не может она. Ну, может, но для нее это будет плохо. И плохо будет для окружающих. Если женщина занимается каким-то делом, то она должна, ну, не знаю, развиваться. То есть, если вы уж взялись за преподавание языка, или музыки, или еще, научите, придумайте какой-то способ. Какой-то необыкновенный. Сделайте это так. Или женщина-писатель. Нормально? Ну, в мучу, может быть. Но только что, для чего существует произведение искусства? Живопись, музыка, поэзия, книги, театр. Для чего? Чтобы гармонизировать окружающее пространство. Архитектура, дизайн. Нужно гармонизировать окружающее пространство. А не наоборот. А он, Марина, пожалуйста, пишет книги за одну неделю. И хвастается этим. Дает интервью. Я книжку пишу. Когда я начинаю писать книгу, я не знаю, чем она закончится. Какую же это писать? Что? Какую она энергию свою вкладывает? Отсоряет мозги люди. Понимаете, в чем дело? Таких полно. Сейчас пойдите, посмотрите. Есть люди, которые не художественные пишут, а просто по всяким этим, влечениям, по всему. Это куколатура. Множество этих книг читаешь и не переписывают друг у друга. Только чтобы себя прославить. Зачем? Нужна. Зачем нужна эта литература? Зачем вы засоряете пространство? Певицы они там какие-то выходят, поют. Непонятно вообще, что поют. Зазорение пространства опять-таки. Зачем ты это делаешь? Ты же гробишь вообще и себя, и других. А политик женщина? Политик? Ну, в общем-то, может быть, в принципе. Да, как опыт показывает. Показывает. Одна Юля Тимошенко чувствует. Почему? Она с вами добьется. А и Гира Ганди? Гира Ганди, как сказал, что это упада. Ну, и не только. Это, кстати, мнение было очень много. Гира Ганди нанесла вред ведической традиции больше, чем англичане, португальцы, французы и мусульмане за тысячу лет. История Индии. Она за 20 лет разрушила всю культуру Индии. Все традиции. Вся основа основы. Базов. Героида. И все. Она поставила идеалы Соединенные Штаты Америки. И за это ее убили сихи. Не ситки, только сихи. И ее, ее сына, да, за это ее убили. А вы что выбрали? За что ее убили? Она разрушила. Она научила ее. До нее был закон, знаете, какой? В Индии нельзя было убивать коров. За убийство коровы сажали в тюрьму. Надолго. На 20 лет сажали в тюрьму. За убийство коровы. Она разрешила. Но в определенных штатах там это было. Ну, мясо там все это пошло. Алкоголь нельзя было. Индусы, у них алкоголь тегидрогеназа плохо работает. Понимаете? Алкоголь запрещено было продавать. Теперь продается на каждом шагу. Причем у них же это самое. Полиция же не контролирует это все. Едешь на джинпе, на машине. Вот он раз, останется, говорит, я чеку хочу попить. Бежит. А там такой варючек. Он туда заднего хода. И выходит вот такой. А его уже опьянеют очень быстро. Они, ну, рюкзи, выпил, и все, уже готово. А потом за руль и поехал. Они и так там бьются постоянно. Потому что они же и вот так. Они едут там, а там у них такой бобардюр и высокий разделяет полоса. А чтобы развернуться, нужно там объезжать. А он разворачиваться не охочется развернуть. Он поехал повстречный. Да еще у него там эти, не горят эти габариты вообще. То есть не горят и все эти огни. Ночью едешь, потом бааа машина на встречу. И все. Да еще пьяный. Ладно. Это все. Вот это результат. Так что насчет людей? Да нет, ну женщины могут быть политиками, конечно. Ну, это очень сложно, потому что это же огромное чувство ответственности. Это не является женской природой. Хотя, может быть, женщины, если они могут гармонизировать пространство целого государства, вот если у них такая способность есть, то трудно, потому что у них появляются все равно мужские черты. И обычно чаще женщины становятся политиками те, которые на самом деле в прошлой жизни были мужчинами. Так часто бывают. Они такие, их там, вот как, ну, ты что называли, железная леди. Она такая вся, прямо, где-то мужеподобная. Вот. Проявления вот эти есть. Хотя, конечно же, женщины, они могли быть у власти. Мы же знаем различные. Например, Екатерина II. Она весьма успешно правила. Вот. То есть, несмотря на то, что, да, в общем-то, она умела это делать. Поэтому мы не можем сказать, что женщина не может управлять. Может управлять, да. И, может быть, даже в каких-то ситуациях женщина может смягчать ситуацию. Есть. Ну, хорошо. И теперь давайте мужчинам. Мужчины, у них обязанностей не меньше. Потому что, конечно, так послушать. Послушать, то скажут, женщин слишком много обязанностей вообще. А мужикам, значит, ничего. Свободу. Ничего подобного. У мужчин обязанностей не меньше. Может, даже больше. Ну, не скажем, там не легче. Не легче. Какой причине? У них тоже создают фарма. Они должны создать. То есть, мужчина сравнится со скорлупой, женщина с орехом самим. То есть, судя, в общем-то, вся женщина. А мужчина, он создает защиту. То есть, защита физическая, социальная, куда входит и материальная тоже. Психологическая защита. И духовная защита, конечно, это тоже. То есть, вот это то, что он, в общем-то, мужчина. Мужчина подключен уже изначально к небу, как говорят. Женщина как по земле. Поэтому женщина питает снизу, а мужчина сверху. Небесная энергия, она дает стимул к развитию очень мощный. Поэтому задача мужчины – стимулировать женщину, создать ей условия, чтобы она могла развиваться. Вот как раз вот эти искусства, о которых мы говорили, именно мужчина должен подтолкнуть женщину к тому, чтобы она развивалась в этом направлении. И дать ей возможности всех, в том числе и материалов. Естественно, для того, чтобы женщина могла спокойно развиваться, она не должна зависеть от денег. Поэтому мужчина должен, его задача – раскрыть свой талант достаточно быстро, достаточно быстро, насколько это возможно, раскрыть свой талант. У каждого из нас нет. Мы говорим, да, конечно, у нас есть талант, который является, тот, который является сутью нашей. Может быть, он проявленный полос. У нас есть также другие таланты, которые у нас, его можно увидеть, артика раскопали, они, мы можем даже почувствовать. И каждый человек талантлив. Нет людей неталантливых. Нету. Каждый человек талантлив. Просто он, можно бы, об этом не знает. Если человеку раскрыть этот талант и помочь ему сделать талант, то есть кто должен раскрыть талант, как вы думаете? Кто, чья задача, кого? Нет, это задача у учителей. То есть этим должны заниматься брахманы. То есть брахманы или учителя, наставники, они сами очень сильно привязаны к знаниям. То есть их задача, вот они должны преподавать в школу. Понимаете, брахманы. Если б не брахманы, то да, ну, так, да, так. То есть, кстати, в общем-то, никто ничего против не имеет, чтобы женщины преподавали в школе. Но, когда в школе только женщины преподают, это тоже неправильно. То есть должны быть мужчины. И, в общем-то, этот коллектив, мужской, должен быть достаточно сильный, большой. Ну, мы сейчас на нем говорим, потому что социальный план, мы не изменим нашими разговорами. Поэтому, что будем говорить? Это все произойдет в свое время, это произойдет. И будет система передачи знаний, как раньше, через школу поделенную. Ну, школы как? Они будут небольшими. То есть не такие, как сейчас, где огромный коллектив преподавателей. И, в общем-то, нет совершенно необходимости, чтобы было учить, там, географию, истории, математику, физику. И в этом нет необходимости. Потому что это некая наука, знание. А наша задача – дать образование. Вот пример школы Щетинина. Слышали про такого? Я о нем слышал, но в этом году с ним познакомился. Я ездил в Дикос, пообщался с ним. У меня произвело очень сильное впечатление. Я считаю, что человек, в общем-то, святой. Он, конечно, у него планы нахатные у него, несомненно. Он настолько нахатный человек, чисто нахатный, уровень, нередко таких людей встречаешь. Вот. И он построил такую систему. У него, да, конечно, они трудные, потому что сейчас их перестали финансировать, им приходится сами выживать. Но там система такая происходит, образование, что происходит, смотрите, вот он, допустим, он там еще целый ряд его коллег, которые, в общем, многие из них были его учениками, сейчас уже взрослые, они дают именно образность, то есть именно образование они дают, то есть не обучение, а образование. И там нет такого, что вот он дает, проводит какие-то свои, да, там, моменты, то есть дают конфон управления. А те, кто обучены, уже старшие ученики, да, то есть вот вы вам передали какое-то, какие-то знания. Дальше, чтобы это знание стало вашей сутью, вы должны это знание проговорить, ну, передать. Вот, например, если, вот вы посетили этот семинар, по психологии люби, как вы его назвали, условно так, конечно, технический термин, ну, вы вот придете к кому-то, соберете там, пускай там 5-7-10 человек, не дает, ну, полный зал, и вы эти люди попытаетесь рассказать то, что вы услышали здесь. Причем не обязательно, вот, как магнитофон, что называется, или то, что вы запомнили, а вы это пропустите через свое сердце, то есть вы вложите свою творческую энергию, добавите свое понимание, потому что здесь важно, чтобы это было ваше, понимаете, и вы этим людям расскажете, то это знание, оно в вас будет жить уже. Вы тогда его поймете сами, по-настоящему поймете. Если вы его расскажете второй, третий раз, вы еще лучше поймете. То есть чем больше будете рассказывать, тем вы будете лучше понимать. Вот. То есть вот этот процесс вот такой существует, да, ну, как вы знаете, это кричит, то есть про учителя, ученика, ученику, когда один учитель говорит другому, что у меня попались очень тупые ученики. То есть, что я, например, один раз рассказал, они ничего не поняли, второй раз ничего не поняли, третий ничего не поняли. Сам понял, а они все равно это сами. То есть вот этот момент. Я скажу вам, что это система, это называется принцип отчаяния, передача с вами. Вы сами обучаетесь, а придете другим. То есть есть буру, да, это, наверное, вот такие учителя, которые вот они почему-то учились, 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 двигались по этому пути. И, наконец, они, как и буру, это тяжелый. Он столько у него знаний, что он уже переполнен. Он может вам давать и в этой улице, и в этой улице, он мастер. Буру это мастер. А чария нет. А чария это не мастер. Это личность, которая, передавая знания, вот он отдал знания, получил новое, отдал знания, получил новое. И есть такой принцип, в действительности он существует в природе. Если вы отдаете, то вам дают взамен. Если вы не отдаете, то это знание, оно уходит на какое-то подсознание, даже может вам навредить. Поэтому, на самом деле, нужно делиться. То есть, нужно делиться знанием. И всякие вот эти вот вещи, что там этого рассказывает, это не рассказывает, это секретное, там прочее. Конечно же, конечно же, не надо всем подряд, потому что, может быть, есть люди, которые вас не поймут или скажут, что он просто фанатик. Или он просто говорит какую-то чушь. Надо говорить тем, кто готов вас услышать. Но, если вы проговорили, если вы создали, пропустили через себя, то есть, образ, который вы получили, вы его пропустили через себя, то оно у вас уже останется. И это будет в вас сохранено на всю жизнь. И не нужно будет это зубрить, заучить, все. Поэтому, вот, в общем, Читилин, у него в школе именно так и существует. То есть, те, кто старше, они получили это знание, они передают младше, те передают еще более младше, те передают еще более младше. И так происходит система, понимаете? То есть, там нету много, там всего несколько преподавателей, кроме него самого еще несколько человек, и все. А детей учится много. Они передают знания друг другу. И у них там это происходит очень нетрадиционным способом. И это, в общем-то, я хочу вам сказать одно, что я говорю, да, больше всего, что меня заставило поехать в эти госы, посмотреть на эту школу. Меня попросил один человек, ну, он, в общем-то, бизнесом занимается, у него там мебельная фабрика своя в Питере. Он попросил меня, он сам помогает этой школе. Он попросил проконсультировать детей. Ну, говорит, что там просто нет врача у них, ну, а они все равно же, они же, ну, как там уже дети, подростки, какие-то у них, может быть, проблемы были из-за того, что-то они там неправильно делают. У них там, правда, очень такая четкая система. Они, у них там категорически запрещено есть мясо, там, вот такие вещи. То есть, у них вот эти законы. Они занимаются там серьезными вещами. Вот, и я таких детей не видел. Вот я проконсультировал 10 человек, они приехали в Питер тогда. Они там просто на фабрике, он обучал их там разных профессий, привезла, мы тоже такие старшие ученики. Вот, они приехали на лето. И вот они прошли, это самое, у меня консультацию. Я честно говорю, что я таких вот подростков в нашем времени я не встречал. Меня спрашивают, а какие они? Я говорю, ну, вы знаете, вот меня когда просят объяснить, я говорю, я не могу даже это объяснить. Но они добрые, понимаете, в принципе, вот у них, во-первых, они добрые. Вот в них нет ничего на нас нового. У них есть эта простота, открытость, искренность, вот сердце. И с кем бы я ни говорил, у них вот это вот идет. Я говорю, да, у них есть какие-то, может, свои там проблемы, что-то со здоровьем даже есть. Но они вот, от них это исходит такое душевное тепло. Я поэтому, когда приехал к Читиню, я ему говорю, я говорю, вы знаете, вот все говорю, я слышал про вас. И разные вещи слышал. Но вот когда я посмотрел на ваших детей, я говорю, это, говорю, для меня было. Мне не нужно больше ничего объяснить. Я до этого, пока мы с ним встретились, он там был занят, мы ждали, мы походили по школе, я посмотрел, я ничего не понял, как происходит. Я вижу какие-то маленькие группы, вижу, что подросток объясняет какой-то группе еще более молодых ребят. Там физику, там на доске рисуют, там формулы, они слушают, что-то записывают. Другой там что-то, язык какой-то там, а не там английский, там еще. Кто-то там математику, кто-то литературу, то есть кто-то живопись. Я смотрю в разных местах, там разные, я ему сказал, что вот, вот ваши дети, это, говорю, для меня было действительно. И он такой мне говорит, спасибо, брат. Я так, знаете, вообще просто даже, он старше, мне было много лет, и все, спасибо, брат. И вот у него такая, знаете, такая теплота была, хорошая. Ну, такой тоже простой, приехал, мы приехали к нему, он говорит, будете кашу гречневую? Мы говорим, ну будем, конечно. Он говорит, а все равно у меня другую нету. Вот так. Так что, гречневую кашу нас накормил. Ну, вот я говорю, такие люди. Я думаю, что такого рода, вот за такими школами будущее. Потому что там действительно все на образах построено. Там развивается право-порушарие. То есть там идет балансировка и того, и того. То есть люди это... Постепенно, постепенно, не сразу. Сейчас, видите, сопротивление идет сильное. Так вот, мужчины, они, конечно, для них вот понятно, что талант у женщины, у мужчины есть. Но, как мы говорим, что талант женщины гармонизировать в большей степени связан с этими. А у мужчины, у мужчины, это талант, который связан с социальными векторами. То есть это развитие общества. Они могут, разная профессия у них может быть, совершенно у мужчин. Любая профессия. Но та профессия должна соответствовать именно их таланту. Если она соответствует, это называется адхан. Почему? Если мужчина, допустим, раскрыл, то есть ему должны помочь. Были бы, по идее, в школе, да, в школе еще кто-то находился, должны были бы раскрыть этот талант. У нас же этого ничего не делали. У нас вот у нас будет серединенная система. Вы попадаете в школу, и вы даже не знаете, заканчивая школу, а в чем у вас талант. И вам говорят, ну куда ты хочешь пойти учиться дальше? В какой там университет поступить еще? И вы начинаете умозрительно там думать, ну где там, после чего там буду денег больше зарабатывать? Это же неправильно. Ну просто потому, что нарушена преемственность. Люди, которые нам дают вроде бы образование, но это не образование, а обучение происходит в школах. Они не знают законов. Даже если бы они знали просто обычную астрологию, они могли бы, ну если бы это были не виртуальные астрологи, а настоящие серии, ну потому что астрологи разные тоже бывают. Те, которые по телевизору обычно показывают это все так. Или там газеты пишут, какие-то гороскопы. Ну я не знаю, есть такие вот предсказатели. А есть действительно астрологи, которые в общем-то могут в этом покопаться, разобраться. И консультация астрологическая, ну например у нас в центре, она длится там на трех до пяти часов порой, чтобы раскопать. И это не предсказание, это в общем-то раскапывание программы человека, уявление талантов, способностей, в чем, как. И мы, конечно, стараемся человеку помочь вытащить это все сделать. У меня просто там большие нагрузки. Мне этим интересно заниматься. Ну я обычно на курсах, вот когда я веду курсы по астрологии, по альмистрики, секундтрологии, я обычно на курсах мы разбираем те люди, которые приходят к нам учиться. Мы буквально каждого смотрим. То-то-то-то-то. И просто чтобы люди учились. А так, конечно, там у меня есть астролог, который владеет. Все, можно посмотреть. Но это интересная вещь. Это расследование самой настоящей программы. Вот это должно происходить в школе. Но поскольку это в школе не происходит, вы должны найти астролога. Астролога, вот. У вас есть тут астролог Невреги. Ну, есть, я вам уже говорил, Наталья Климовская. То-есть, я считаю, что она очень хорошая астролога. Я ей доверяю, так скажем. Я доверяю ей, потому что ей может еще есть астролога, я их просто не знаю. Ну, Наталья Климовская, она, в общем-то, понимает, мы понимаем друг друга. И, несмотря на то, что она профессиональная настройка была уже много лет, тем не менее, она не поленилась. Приехала в Таллин тогда, когда я проводил эти курсы. Прошла там обучение. Когда я приехал в Риму, она прошла здесь опять-таки. То-есть, человек берет знания, то-есть, не стесняется. Бывают другие говорят, да, мы знаем астрологию, что там. Да ничего вы не знаете. Иначе не будете говорить, что в прошлой жизни ты был ракшасом, муравью, обезьян или крокодилом. Я сплошь и рядом. Мне прикинут люди и начинают показывать эти гороскопы. Только людей почему-то мало. Тех, кто в прошлой жизни любил. Как-то это не очень вяжется. Я вам хочу о другом сейчас сказать. Я хочу сказать, что в конечном счете вы можете пойти к астрологу, которому вы доверяете. Но вы помните, что если он неопытный окажется, то он вам заведомо запрограммирует чужую судьбу. Это очень опасный момент тоже. Поэтому должны быть ритвики, я бы сказал, в хорошем смысле. Сейчас, конечно, ритвики не те. Раньше проверяли. То есть это, в общем-то, проверяли и там определяли эти способности. Это же огромная ответственность. Ну, представьте себе, что этот астролог, он ошибся. Или он не является профессионалом. То есть у него нет профессионализма. А он говорит. У нас же это никто не... У нас, если вы врач, с вас лицензию потребуют. А если вы астролог, вас ничего требовать не будут. Правда? Ну, не будут. Ну, астролог вы, астролог. Какая разница? Они же как... Государство же думает. Астрологи, они только мозги всем пудрят. Какая разница? Хороший астролог, нехороший. А ведь это, знаете, это может быть даже еще сильнее, чем диагноз, который врач поставит. Ведь он же нам скажет. А почему я и говорю. Как здесь не попасться на удочку плохого астролога? Или как не попасться на удочку плохого врача? Или плохого юриста, полицейского и так далее. Как вы думаете? Самому в этом хотя бы чего-то понимать. Хотя бы начальное знание имейте, начальное образование имейте. Если вы знаете законы общества, вас они не смогут обмануть. Ну, хотя бы, я понимаю, юристом разбирается там деталь. Но вы хотя бы в общем смысле должны же знать. Если вы не знаете, то, да, вы можете оказаться в очень серьезной ситуации. Как, например, существуют законы тюрьмы. Вот если вы в тюрьме не были, и вы попадете туда, а что разберетесь? Вы же знаете, в тюрьму может попасть любой человек. Вы не специально можете. Можете ехать на машине и сбить кого-то, не дай бог, конечно. Запьете человека, разбите все. И просто будете ехать вечером. И неважно, может он выскочил, может он дурак, может он пьяный, все равно посадят вас. Все равно посадят. Окажетесь в тюрьме. Пусть ненадолго, но окажетесь. А там свои законы. Если вы не знаете законов тюрьмы, то вы можете очень сильно пострадать. Это же такая вещь, судьба у человека. А бывает, человека обвиняют. Вы же знаете, там эти истории, книги описаны, в фильмах это есть. Когда человек не совершал преступления, а оказался в тюрьме. А он на самом деле потому, что в прошлой жизни он ушел от наказания. Может быть и у вас какая-то такая судьба есть. Кто его знает. Вот посмотрите, если у вас вот есть на холме затурна, в основании, в среднем вот пальце. А решетка есть? То имейте ввиду. Это не обязательно, что вы в тюрьме окажетесь, конечно. Это не обязательно. Там могут быть и сильные испытания. А может быть еще есть вещи. Может быть в психиатрической больнице. Еще есть вариант. Монастырь. Поэтому у кого решетка, все в монастырь. Лучше тут вольно. Пока не... Пока... Ну я шучу, конечно. Не надо так прямо близко принимать. Все исправляется. Все исправляется. Это не фатальный знак. Но я просто хочу сказать, что знание... Это я просто вам рассказываю про знание закона. Если вы хотите... Ну, вы знаете, по моему собственному опыту могу сказать, что когда человек разбирается в астрологии, например, то он, придя к астрологу на консультацию, он получит в десятки раз. Даже не в два, не в три, а в десятки раз больше знания, чем тот, кто вообще не разбирается. Но кто не разбирается, он не знает, что спросить. Знаете, когда ко мне приходят на консультацию, на медицинскую консультацию, люди, которые прошли у меня курс обучения и знают, что существуют тонкие причины, если я проследил, я сам записал, а не мои администраторы, то я знаю, что у меня консультация будет не полтора часа длиться, а в лучшем случае три. Они из меня все живы вытащат. Какой же жизни и что и как, и как им надо прорабатывать, а я, извините меня, я же не могу отказаться сказать, да ладно, ребята, я тут уже не могу, меня уже спрашивают, меня за горло возьмут. Поэтому я, как своим администраторам говорю, когда ко мне записываются люди, мои ученики, пожалуйста, больше одного в день не записывайте, иначе я вообще из центра не выйду до утра. Правда? А почему они так? А они правы? Потому что они же хотят все понять, но они знают, что спрашивают. Так же наш астролог говорит, когда приходят эти люди, когда просто так, ну так узнали, что астрология узнает, что-то про себя. Они приходят, так садятся, говорят, ну, что у вас спросить? Он спрашивает, ну а что? Ну ладно, он там вначале может рассказать. Но человеку вроде ничего не спрашивает. Ну а что, скажите мне, что меня там ждет впереди? Что-нибудь типа давай. А если человек, он готов, он знает, он знает, что можно увидеть, он придет и с этими вопросами будет говорить. Вы скажете, а зачем? Можно я сама себе узнаю все. А нет, тут как диагноз себе не может врач поставить. Так же это. У нас была профессора по онкологии. На кафе онкологии была профессора. Она диагноз была просто виртуозный. Она вообще просто чувствовала это. Вот если рак у кого-то начинается, без всяких там специальных следов, все, она уже как энергетику вот это была. И в конце концов она сама заболела раком. Ну она была уже преклонного возраста, заболела раком. И вы знаете, вот ей, ну не тогда такая политика была. Мы студенты были, мы переживали. А ей говорили все преподаватели. Мы ее навещали, а преподаватели, она уже у нее четвертая стадия уже была. А ей говорили, ну всякую лапшу на уши вешали, что это не рак, что это. Да даже про рак слова не говорили. Она это верила. Ее положили даже в другое отделение, там не онкология належала. И она верила на самой смерти, что нет рака у нее. Конечно, можно было бы подумать, что она хотела бы не верить. Но я видел ее в глазах, она не верила. Она искренне считала там, что у нее язвенное боление. Поэтому эти боли сильные. А у нее был рак желудка с прорастанием поджелудочной, с метастазами по всей брюшине и в печени. А ей говорили, у нее интоксикация сильнейшая была уже. И боли были. А ей говорили, да ясная болезнь. Какая ясная болезнь? И когда-то может возникнуть человека, которому по 70 лет. Если никогда ее не было в жизни. А ей вот так говорили. И она в это верила. Потому как себе диагноз учителю эту поставить. Так же и для чего нужно знание. Если врач заболел, он должен пойти к своему коллеге. Понимаете? И тогда его коллега может ему помочь. Потому что даже элементарное выздоровление врач не сможет себе сделать. Так вот, возвращаясь к мужчинам, хочу сказать, что если вот этот талант, скажем, сейчас учителя не могут раскрыть, да, то по крайней мере вы можете отправить своего сына там или внука, не знаю, дочь там. Вот. Ну мы говорим сейчас в мужчинах, да. Отправите хорошую мостовку проконсультировать. Или вместе прийти проконсультировать на этот предмет. Чтобы посмотреть, да, эти моменты. Обычно эти вещи сравниваются с родовыми вещами. Поэтому там нужно смотреть руки обязательно. Знаки на руках. Потому что родовые способности вы не увидите в карте гороскопа. Например, у вас может быть какая-то планета слабая, да, в карте гороскопа. Но род вам дал силу. Эту силу у вас будет на руках. Знаки соответствующие. А вы-то не знаете. Вы будете думать, что это опыта для вас. А это, в общем-то, некая компенсация. Поэтому нужно смотреть и карту гороскопа, и знаки на руках. Обязательно. Поэтому мы преподаем вместе астрологию, по-выскому. Никогда от них не даем. Так вот, когда был выявлен темным способом талант, то его дальше уже надо совершенствовать. То есть это уже высшее образование. То есть дальше уже понятно, куда надо идти учиться, дальше и как. И не думайте, вот, например, что если вам скажут, что вот у вас такой-то талант, а вы скажете, да у меня, вот, я не умею, у меня ничего не получается, то значит, что у вас этого таланта нет. Как раз могу вам сказать, что все люди делятся на два типа. Есть люди, у которых такая карма, что у них все по маслу идет. То есть у них таланты... Им даже узнавать, у них таланты на поверхности лежит. У них все по маслу идет. А есть люди, которым через некую систему сопротивления надо пройти. То есть у них не получается это. И вот им нужно раскачать, и не значит, что эти люди будут менее потом талантливы. Просто через систему некой инерции, некую систему сопротивления. Ну так устроено. Так у них просто... Не то, что их за жаду наказано. Нет. Просто этим людям необходимо пройти через эту борьбу. Так вы и уж, такая же их природа. Через некую боль, может быть, через борьбу. Добиться этого, а что бы то ни стало. Ну скажешь, что ты не способен, а ты скажешь, нет, я смогу. Нет, я смогу. Все. Не получается, нет, получится. И вот пробиваться, пробиваться и все. Пока не станете совершенными. И потом, ну как, собственно говоря, получится это все, будет все. Дальше процесс совершенствования должен идти всю жизнь. Артха означает, что вы совершенствуете свой талант всю жизнь. Но вам этого мало, понимаете? То есть, если мы говорим, что брахманы они помогают увидеть, раскрыть, потому что брахманы они владеют и астрологией, и духовными знаниями, и они обучают, и совершенствуют вас. Но, в общем-то, здесь еще нужно тип людей, которые известны как ващи. Ващи, это люди, мы часто называем, это люди, которые занимаются торговым делом, купеческий класс, банкиры и так далее. На самом деле, ващи, это люди, которые способны, просто способны, у них есть такая шагность, они способны взять и ваш талант сделать востребованным для общества. То есть, они видят у этого человека этот талант, но они помогают сделать, как мы говорим, раскрутить этого человека. Если у него есть качество ващи, если вот у вас у кого-то есть качество ващи, вы можете другим людям, в общем-то, создавать, раскрывать их талант, понимаете? То есть, видеть, сделать, как? Вот у него не получается, у него не идет, а его можно сделать так, что он будет, у него будет очень хорошим специалистом. Поэтому у вас может быть такое качество. Это не обязательно, что вы только... Потому что, смотрите, когда вы сделаете талант для общества данного человека, то есть, этот талант будет восприниматься нормально, но вы будете ему подсказывать даже в чем-то. Ну, если, например, у него недоработки какие-то есть, вы скажете, ты знаешь, что тебе вот это, вот это не хватает, да? То есть, что тебе нужно вот в этом добавить, совершенствоваться, какие-то дополнительные, может быть, специальности еще получить, тогда он будет востребован. Но если вы видите, что он все, тогда этот человек, он станет самостоятельным, и его талант, поскольку он востребован в обществе, к нему будут все люди идти. Все люди будут идти. И у него не будет проблем с деньгами. А это важный момент, потому что мужчина должен уметь заработать достаточно большие средства. Ну, такие, чтобы он мог обеспечить свою семью так, чтобы его семья не нуждалась ни в чем. Ни в чем не нуждалась. Мы не говорим о каких-то лишних вещах, но, по крайней мере, это задача мужчины. Если мужчина это не делает, он не мужчина. Сразу могу сказать. Не мужчина, да. Мужчина обязан это сделать. Если он сам не умеет, то должен найти такого ващика, который может его раскрутить. Это тоже проблема в обществе. Не используется эта ситуация. Понимаете, в чем дело? Вот я ващик, ну, умею ставать, не главное. Но я могу человека увидеть в области своей. Я имею в виду свою. Медицину, астрологию, еще что-то. Вот то, чем я занимаюсь. Если я увижу у него талант, я могу этого человека раскрутить. Я его за год, за два он будет так работать, что потом он уже может спокойно быть востребован. Понимаете? То есть к нему люди будут толпами идти записываться. Он будет известен. Может быть, кому-то больше уже будет времени. Потому что я вижу, что этого человека что-то не хватает. Но я этого человека вытащу. Я из него сделаю специалист. Понимаете? То есть я его сделаю. А он может сказать «Ой, я там нет, я не могу». Да вот, смотрите, вы же знаете, к вам приезжает один из моих учеников Александр Андреев. Знаете? А каким он был, когда он приехал ко мне на обучение? Он интересовался моего вида, приехал на обучение, работал на скорой. И что он там работал на скорой? И потом, как он прошел обучение, вернулся в себе в тайну. Так и работал на скорой. Как работал, так и работал. А я вижу, талантливый человек, талантливый. Ну что, пришлось его попрессовать немножко. Я ему сказал, тебе надо, Саша, вот в этом, в этом, в этом. И начал его крутить. 8 лет прошел с тех пор, правда. Но он уже сколько лет, он два года в нашем центре последний работал уже, к нему вообще просто не попасть было. Нереально. Сейчас он вернулся в Талин, сейчас он приехал в Ригу сюда, вот через неделю. Я знаю, что здесь уже люди, кто хочет попасть, уже не могут попасть. То есть он уже все. А что? А когда я ему коваривался о скорой, тебе говорю, нет, я же потеряю там все, я же там хоть сколько-то, но платят. Не верил в свою возможность? И что же, тебе 30 лет, и ты все будешь на скорой работать. Сколько можно? Теперь он даже не представляет, как он может вернуться на скорую. Доктор Эльгам, знаете, у вас тут работает? Он уехал сюда к вам. Работал в нашем центре. А когда он ко мне пришел, никем был. Он просто был, никем. Он пришел ко мне и говорит, ну вот я там художник. Ну, показал картины там неплохие. Владеет, я смотрю, к старосенсорик и чувствует, может чувствовать какие-то вещи, все. Ну, человек полагливый, начали учить, сложнее было. Тоже было. А потом, все, вот уже теперь он ездит к нему. И у вас тут люди к нему будут, и в Финляндии. Я ему передал вообще всю Финляндию целиком. Я раньше когда ездил, сейчас на него заплатил. То есть, он может себя нормально объяснить. Я не хвалю себя там, поймите. Я просто говорю о том, что так должен быть в каждой сфере свой человек, который просто научится и повернет это дело. Понимаете? То есть, увидите. У меня другие есть примеры, другие ученики. Которых вот так удавалось вытащить, но им нужна была помощь. Понимаете? Их надо было крутить. Потому что без этого они талантливы, но им нужна помощь. Вот проблема-то в чем. Им нужна помощь, они не могут решиться. Они слишком садистханом поначалу. А потом, когда им помощь дашь, то есть, к людям как-то и все. Они потом раз выдут, у них это так не разгорится. И потом все нормально идет. Они счастливы. Они счастливы, потому что они самостоятельны. Человек должен выйти на самостоятельный уровень. Это важно. Да, мне бывает. Мне, конечно, трудно, потому что я людей раскущу, иногда я хочу, чтобы по мне работали. Они хотят быть самостоятельными, они уезжают к себе или на родину, или еще или к какому-то религаму. Он тут уже женился и уехал сюда. Ну, это же все, понимаете, это жизнь, это нормально. Просто задача. Ну, если мужчина не смог этого сделать, он должен искать, должен пробиваться, иначе он не имеет права себя так называть. Потому что мужчина, потому что мужчина, он должен расценить свой талант и работать таким образом, что его жена, она может не работать. Ей надо дать возможность развиваться в этих 108 видах искусства. А если она пойдет работать, то она пойдет по какому-то из этих 108. И она у нее не будет. Если она будет даже мало зарабатывать, это не так важно. Может быть, ей просто это необходимо, чтобы было общение какое-то в этом отношении. Это одна сторона. Второе, смотрите, родители там могут, ну, во-первых, детей, понятно, им надо дать тоже и хорошее качественное питание, и образование, и все, понятно. теперь у нас есть, понятно, стареющие родственники, родители, дедушки, бабушки и так далее. А как им не помогать? Обязательно помогать? Значит, он должен еще подумать о том, чтобы их, им помочь, и своим, и тем, которые по линии его супруги. О, это его задача. Помочь им. А теперь смотрите, например, например, ситуация возникает тупиковая. Ну, какая тупиковая? Вот, действительно, люди поспешили, не было у них совместимости, не построили они свой собственный мир, пришлось им разводиться. Такая ситуация жизненная, часто. Любовь ушла, как говорят, да? Значит, здесь мужчина, мужчина, он отпускает женщину. Это обязательно должно быть, как я вам говорил. Но он не просто отпускает, он не просто говорит, что теперь, теперь, там, идут все четыре стороны, можешь искать себе другого. А он фактически заключает договор, но это не письменный договор, это договор там, наверху. Он говорит, я буду о тебе заботиться. Пока ты не найдешь себе другого мужа. И о тебе, и о наших детях. Поняли, да? Если мужчина этого не делает, он не мужчина. и по закону вселенной он получает с каждым годом все больше и больше набирает рецептных очков. То есть его задача заботиться об этой женщине и о своих детях. Не важно, разбился он, не разбился, он должен заботиться. Заботиться так же, как он заботился раньше. и у него будет семья и будет новая, может быть, супруга и дети от них появятся. Ему придется две семьи. Там раздребется будет три семьи. У меня есть один ученик. Он, знаете, у него четыре семьи. Он однажды послушал такие лекции и воспринял это очень серьезно сказать, я хочу быть мужчиной. Он такой мужественный человек. И он стал заботиться обо всех. Он работает просто с утра до вечера работает. И он стал заботиться. в общем-то, как ни странно, как ни странно, его жизнь, она не стала, он думал, что тут сойдет с ума такую работу и там, и там, и там. Вот эти женщины, с которыми он уже развелся, дети, у него пять детей от всех. От четырех женщин и пять детей. Но еще двое не своих, то есть семь, семь, но он заботится. То есть так, если всех сложить вместе. Потому что одна женщина родила еще до того, как они пожелились. Он о них заботится, но вы знаете, интересная вещь, они все его любят. То есть не потому, что он заботится, а вот какой-то момент, они просто-напросто так сложилась ситуация, что он их отпустил, но они не встретили никого. Они как-то, у них все сложилось. Но они ему как товарищу, он может в любой момент прийти. Они его накормят, и прочее, помогут, они в жизни помогают. Что-то для него купить. Вот он развелся с какой-то жирой, казалось бы уже. Там была у него одна женщина, она вообще его не могла попростить, ненавидела. А теперь она там заботится о нем, ему что-то пойдет, купит, ему некогда, подарки вечно. Они когда день рождения у него, они все собираются вместе. Такой интересный случай просто. Такой редко сейчас встретишь. Вот это момент срабатывания. Ну так трудно, поэтому я к тому, что если вы экспериментируете я к мужчине обращаюсь сейчас, то имейте ввиду, что каждая последующая семья это для вас все больше и больше ответственности, сложности. А потому что когда мне записки присылали, муж там бросил, оставил. Да женщина, как она? Ну а тогда что происходит? Представляете, женщина, женщина вынуждена идти работу бухгалтером. А как куда ей деваться? Она начинает заниматься, она идет в те профессии, где где-то зарабатывает, менеджер, бухгалтер, и прочее. Ну что это такое? То есть из-за того, что мужчина вот так себя повел. Или говорит да, мужчина там допустим не раскрывает свои возможности своей профессии. Очень ленив. Не получилось, что не сложилось. Что это? стереотипы. Надо стереотипы ломать. Надо уходить от сватхистханности. Мужчина не имеет права быть сватхистханом. Понимаете? То есть он должен быть очень активным в жизни. То есть должна быть здоровая такая амбициозность, манипурность, здоровая. Если человек не может подняться выше, но хотя бы так. То есть он должен трудиться. То есть ну как просто в пусту нет, а это нужно знать в каком направлении. И тогда будет результат. Тогда будет результат. Один мой знакомый он работал на скорой. Водителем. Просто водителем работал на скорой. Вот. А в общем-то если что-то случалось с машиной он в общем-то старался сам починить. Старался сам починить. Потом началась перестройка там 90-е годы. Он арендовал бокс. Прямо там же на станции скорой помощи. А там где машины стоят. Когда заканчивается работа. Как гараж такой. Он арендовал бокс и стал заниматься кузовными работами. В общем он ремонтировал те же скорые помощи. Ну они платили ему ремонтировали. Потом он стал ремонтировать частные. Потому что к нему как люди не приедут авария. он сделает машину. Какая авария не была машина как новая. не отличишь. Как он краски подбирал вообще удивительно. Вот люди приезжали иногда говорили а давай мы тебе машину просто по дешевке продадим. А ты сам что хочешь и делал. Да зря бы я сделал. Они говорят да нет. И он уже стал брал покупал у них эту рухля там все разбитую одел как и стал зарабатывать потом стал расширяться больше больше боксов стало все к нему люди а к нему очереди по несколько месяцев уже все хотят к нему все говорят колик узорщит лучший в Питере уже такие слуги пошли по городу а город большой и потом что он стал набирать учеников ну как вначале тебе ему нужна помощь допустим есть такая работа невысококвалифицированная где-то разобрать открутить гайки и прочее потом он стал обучать кто-то краски смешивает кто-то чего-то кто-то уже хотел дальше совершенствовать и он таким образом у него его этот самый стал автосервисом сейчас есть у него весь автосервис все а с чего начинал с того что человек просто свой талант раскрыл он был просто водителем а это не его был талант он должен был очень хороший кузовщик но он этого не знал как-то к этому прийти так жизнь сложилась в этой ситуации почувствовал сам никто ему не подсказал просто почувствовал но в итоге за несколько лет он стал в принципе полностью человеком обеспечен и он хорошо сейчас может у него раскрылись эти таланты обучение других людей он продолжает работать он не просто как хозяин приходит хозяин автосервиса нет он так же работает трудится все делает причем чем сложнее ему нужна работу чем сложнее более сильная авария тем ему это интересно это как для врача который чем более сложный случай тем хочется за это взяться чтобы вылечить такого пациента вот это обязанности понимаете вот ну и конечно же конечно же когда мы говорим о моменте связанном это то что защита но это материальная защита в семье социальная то есть женщина должна чувствовать себя как за каменной стеной дети должны чувствовать так же вот и возможности пожалуйста если женщина не хочет работать она может не работать все равно должен помогать должен давать все необходимое не просто должно быть такое что где-то в нищете просыпать и конечно есть еще один важный момент он связан уже с такой духовной стороны дела сейчас мы видим что мы сейчас видим что женщины больше интересуются духовными вещами больше больше все но именно речь идет о том что вот эта энергия которая проходит через мужчины она помогает женщине не улетать в небо слишком сильно то есть женщина она с одной стороны конечно вот мужчина может в ней разжигать этот интерес сильный если в нем это есть хотя в нашем время все так поменялось и больше женщин которые интересуются но у женщин есть такая основность к сентиментальности и они могут слишком там уходить от реальности то есть мужчина должен эту ситуацию структурировать то есть вот эта духовная защита означает прежде всего что женщина не должна попадать на какие-то плохие влияния то есть плохие влияния ложные влияния чтобы ее развить очень гармонично вот эта гармония она строится в какой-то системе чтобы никто не мог оказать воздействие какое-то ни на энергетическом ни на психологическом ни на духовном смысле все и это вообще вполне достаточно все остальное там то что касается воспитания детей я уже говорил то есть включение мужчины это уже 7 6-7 лет не раньше и то оно не очень жесткое но оно идет вполне тогда нормально а в период подросткового это отношение все равно так же как и для женщин это отношение дружбы со своими детьми и помощь передачи тогда восприятие идет часто бывает так вот смотрите если отец на мануле глаза детям в раннем возрасте то они его за авторитет не будут считать так если они будут общаться а когда он не участвовал то потом они уже к нему тянутся как на страну вот такой эффект происходит это то то то